Очень коротко. Политика внешняя наша очень противоречива, но нам, коммуристам, очень просто о ней судить. Все, что помогает противостоять глобальному империализму, мы поддерживаем, все, что заставляет нас ложиться под глобальный империализм, мы не поддерживаем. Отсюда вот такая диалектика. То есть предательство Ливии – это плохо, помощь, так сказать, Сирии Ближнему Востоку – это хорошо, политика на афганском направлении не просто плохо, но и преступно, я бы сказала, даже в чем-то. Воссоединение с Крымом – это замечательно, политика на Донбассе, но мы скорее политических не относимся, там есть и то, и то, и другое. Да, безусловно, мы за признание скорейшей независимости ДНР, но там много чего есть другого. Вот такая диалектика. Но, чтобы мы не обольщались, так сказать, внешняя политика по нашей Конституции, что прежней, что нынешней, единственный генератор внешней политики у нас – президент. Значит, больше никто. И даже в 90-е годы, когда парламент что-то значил и был парламентом, в общем-то, вся международная деятельность парламента заключалась в ратификациях тех или иных соглашений. Поэтому я обольщаться не буду. Значит, будем ли мы возвращать парламенту полномочия, придавайте дополнительные, это зависит от его состава. Если там опять будет 300 человек из ядра, тогда, извините, смысла нет. Ну, какая разница? Президент по типу ядровейства или будет 300, извиняюсь, деревянных салатиков, фурфилов, джуусов. Вот, поэтому что мы поддерживаем? Во-первых, выход из ВТО, который связал нас с кабальными договорами, ничего нам не принес, у нас есть возможность за 8 лет оценить. Значит, если кого интересует, могу подробнее. Значит, поддерживать все интеграционные форматы, все абсолютно, значит, которые приносят нам добро, да, значит, не давать военное вмешательство в те страны, с которыми мы связаны договорными отношениями, значит, упрощение дозаявительного принципа, значит, надо давать гражданство всем бывшим гражданам СССР, кто этого захочет. Я понимаю, что это очень непопулярное, непопулярное действие, я как минист, кстати, это самое, мы понимаем, что я не популяризм. Вот, и, конечно, последнее, что я бы хотела сказать, это протекционистская политика. Вот, выход из ВТО, это один из элементов вот этой самой протекционистской политики. Спасибо. Чтобы обратиться к участникам с двумя, в принципе, взаимосвязанными вопросами, один из другого вытекает. Мы говорим, что сейчас о внешнем нашем курсе. Россия на сегодня, в ближайшем будущем, в ближайшие десятилетия, на ваш взгляд, это однозначно только страна империи. И другого варианта не может быть, и второй вариант, если мы хотим защищать себя на внешнем уровне. Для этого в любой стране говорят, что человек этой страны патриот. Вот, хотелось бы узнать, на ваш взгляд, сегодня патриот России это кто? Каковы критерии? А мы будем завтра продолжать вопрос. Вот, давайте с Дарьей начнем, она уже готова. Насчет империи, друзья мои, это все наши, не знаю, хотелки, мечталки, обзывалки, называйте как хотите. Ни Советский Союз не был империей, потому что империя это не вот что-то такое большое, красивое и странное. Вот, империя, это как бы, это, есть понятие, да, мы открываем слова, смотрим, что такое империя. Вот, есть пять признаков империализма, которые называли, значит, наши классики. Значит, как Советский Союз не являлся империи и не был ей, да, и Российская империя, по чему-то позе мы знаем, когда, да, значит, больше столетов назад. Так и современная Россия империя не является, хотя кому-то очень бы хотелось, а кому-то, наоборот, очень бы хотелось, но не важно. Вот, ну, извините, не тянем мы на эти пять признаков, вот, это длинная звезда. Мне хотелось, сейчас укушаю тебя. Ну, извините, не стужили мы для империи, значит, если мы возьмем, значит, по этим всем пяти признакам, да, вот, ну, не подходит России ни по единому критерию, значит, вот, вы помните, да, там, значит, все эти признаки замечательные, вот, вы можете освежить их памяти, вот, поэтому, значит, как говорится, по одежке протягиваем ушки. Можно мечтать об империи, и на самом деле, 25, когда там у нас, 30 лет назад был у нас положен во главу, так сказать, нашей внешнеполитической стратегии принцип прагматизма, по крайней мере, нам так об этом рассказывали, да, и принцип экономического прагматизма, то есть никакой идеологии, мы идеологизированное государство, мы со всеми общаемся на принципах экономической выгоды, но мы даже этот принцип не соблюдаем. Я не говорю о том, хорошо это и нехорошо, но, с моей точки зрения, нехорошо, да, то есть это, как бы, с моей точки зрения, цинично и неправильно, ну, не важно, но мы даже здесь не соблюдаем, да, мы поступаем одним не всегда так, как нам экономически и политически выгодно, вот, я, ну, к сожалению, даже сейчас, да, ну, про 90-е в общем, молчу, вот, поэтому империи мы не станем в ближайшие годы, так сказать, кого-то это порадует, кого-то огорчит, вот, ну, не будем мы этой империи, слава богу, как говорится, вот, но, что касается патриотизма, ну, для меня, так сказать, патриотизм, да, конечно, он имеет классовый характер, понятно, что я со стороны своей советской родины, я горжусь, я ее люблю, так сказать, совершенно сознательно все, вот, современной Российской Федерации я не горжусь, в общем-то, вот, но это моя родина, я ее люблю, вот, и, по крайней мере, то, что я всю, я всегда, вот, какой бы социальный строй здесь не был, значит, у нас, да, в России, вот, какой бы политическая погода за окном, так сказать, мы ее не наблюдали, вот, я никуда отсюда не уеду, вот, я российский политик, вот, и поэтому, так сказать, для меня, вот, это патриотизм, то есть, для меня, например, вот, наши вот замечательные оппозиционеры, не будем никого называть, но меня поражает та легкость, вот, с которой они снимаются, так сказать, с насиженных мест, и в течение одной ночи оказываются, так сказать, дальним зарубежествам, либо они готовы, если вы, ну, вот, я, например, если даже мне сообщат, что завтра у тебя придут брать, ну, простите меня, я никуда, вверху, потому что мне, это сам, ей не на что, и некуда, и, так сказать, не думал, я никогда об этом, вот, а если люди так вот раз, и все, значит, ну, значит, не очень, так сказать, у меня Россия нужна, вот, такой молодец.